Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Даналия, и сегодня у нас будет одно очень долгое по записи, но очень короткое, в принципе, видео, но которое будет очень тяжелым для меня, а для кого-то будет очень-очень интересным и полезным. Под одним из прошлых видео по поводу непродажи лошадей, один человек спросил меня, сколько времени у меня уходит на то, чтобы качать лошадь. Когда-то давным-давно у меня было видео о том, как я качаю лошадей, оно очень-очень старое, я даже в этом году, недавно точнее даже, пролистывала, дошла до этого видео, и я поняла, насколько у меня продвинулся оформление по видео, по монтажу, и сколько вообще, и как вообще отличаются те видео, которые были в начале, и то, что происходит на канале сейчас. Вот, вчера я девочке в комментариях ответила, что приблизительно час-два, но тут у меня загорелась лампочка, и у меня появилась идея записать это видео. Я решила засечь все абсолютно время, что я качаю лошадей, и, к сожалению, после того, как я сняла это видео, я поняла, что мне высосово больше нечего делать, потому что я моментально прокачала свою лошадь, точнее, выполнив абсолютно все скачки. Действовать будем так, я одела все самое лучшее, самую лучшую одежду, самую лучшую амуницию, и даже отыскала две пары своих подков самых лучших, которые я уже давно потеряла в своей конюшне на каких-то лошадях, но вот, я нашла, я их одела. Я запишу все скачки, все, что прохожу, я не буду вырезать загрузки, я не буду вырезать, как я еду до этих скачек, как я еду на коневозке. Единственное, говорю сразу, я уже все это отъехала, я уже знаю, сколько времени у меня все это займет, на ранчо старщайн 5 скачек мне пришлось не снимать и записать просто на бумажке, за какое время я их прошла, потому что во время записи и самой непосредственной игры у меня очень сильно лагает компьютер, и мне так неудобно снимать, потому что мой ноутбук уже достаточно старенький, и ему не хватает мощности, вы сами, возможно, сейчас видите на экране, как все лагает, у него уже не хватает сил, чтобы записывать одновременно показ экрана, и как раз непосредственно просто сидеть и играть. Это были очень жуткие лаги, я выдержала такую игру все раньше старщайн, я записала все скачки, единственное, вот я не записывала только парные скачки, потому что когда-то лагает, я не могу там выиграть, а если я не выигрываю, я не получаю опыт, поэтому пришлось даже отключить записи и записать результаты на отдельном листочке. Потом я доехала до Фергрови, проехала все скачки в Фергрови, и поняла, что у меня не получится сделать ускоренное видео, к примеру, просто с наложенной красивой музыкой, чтобы вы смотрели, какой ужас происходит у меня в игре, как я бегаю, все это выполняю, вот, так что, по сути, видео будет больше разговорным, чем показательным, но не суть. Сейчас же я вот села, посчитала, я не думала, кстати, что докачаю лошадь до десятого, я забыла, что вообще это возможно, тем более, что я взяла лошадку изначально пятого уровня, но теперь же мы сейчас, я сяду, посчитаю и скажу точно, сколько у меня занимает прокачка лошади по максимуму. У меня такой концентрации на прокачке лошадей не было очень-очень давно, это было очень-очень тяжело. Я отходила, я оставила, кстати, на паузу только тогда, когда хотела отойти в туалет или отойти позавтракать часов в одиннадцать. Вот, поэтому все остальное время я налила вся водички, я просто сидела и без остановки качала, бегала, сдавала и... Фух, сейчас же посчитаю и скажу, сколько вышло. Напоминаю, что я двадцатый уровень, у меня открыты абсолютно все скачки, у меня духовная езда, и также у меня открыты миссии в духовной езде, а сама по себе духовная езда дает очень-очень много опыта для твоей коняхи. И, кстати, за все это время я начала сначала, по-моему, всего лишь две или три гоночки. Но, если честно, я думала, что косячить будет намного-много больше, но нет, две-три гоночки начать сначала буквально на старте, не доезжая до середины, это не так уж плохо. В общем, отвечаю на вопрос из комментария, который задала Соня Саммерлав два дня назад. Скажи, пожалуйста, сколько примерно по времени ежедневно у тебя занимает прохождение всех гонок на карте? Очень нужно. Соня, специально для тебя я провела этот эксперимент, и сегодня вечером мне будет, видимо, нечем заняться в ССО. Прокачка одной лошади, как сел, так и доехал до конца, при выполнении абсолютно всех скачек, без перерыва, просто с 200% концентрацией занимает у меня 2 часа 17 минут и примерно 59 секунд. Но можно сказать, что 2 часа 18 минут. Бау! 2 часа 18 минут. Чтобы вы поняли, я закончила где-то в 12.30, ну и начала где-то часов около 10, по-моему, ну и там плюс еще перерывчики делала, две штучки маленькие, но я делала паузу в таймере. Так что вот ответ на этот страшный вопрос, сколько у меня, или у любого 20-уровневого игрока, у которого есть духовная езда с миссиями, у него прокачка прям по максимуму урезанная, занимает точно 2 часа примерно 20 минут. Но у меня, кстати, были немножечко... я не сокращала очень сильно в скачках, потому что у меня, как видите, настроение у лошадки было не очень, тем более это магический исландец, мне иногда, кстати, с некоторыми лошадьми еще не везет, потому что ты едешь-едешь, вроде все хорошо, но стоит зажать кнопочку, и она делает почему-то не чуть-чуть вправо или влево, а слишком резко вправо или влево, и приходится заходить на новый кружочек, чтобы успеть проехать через флажочки. На самом деле, это было для меня большим испытанием, чтобы засесть и вот так вот проехать абсолютно все гонки, и чтобы было удобно, быстренько и интересненько. Мне, кстати, повезло еще с тем, что в самом начале ролика, когда я искала животных, я их всех нашла достаточно быстро, которые на ранчо старща, да, не забывайте искать животных, это не так сложно на самом деле, но дает очень много опыта. За 4 животных вы, по-моему, за каждого 300 опыта получаете, если я не ошибаюсь. И таким образом, кстати, я и сделала видео о том, сколько времени все это занимает, и выполнила, кстати, свою собственную галочку. Я сейчас всех лошадей низкоуровневых своих качаю до 10 уровня, и таким образом сегодня я поймала двух зайцев, я сделала видос по времени, который, фух, честно, устала так сидеть прям вот безвылазно и не отвлекаясь ни на что, и даже в ютубчике не посидеть. И при этом покачала лошадку до 10 уровня, так что... Соня, спасибо тебе за вопрос, который зародил идею этого видео. Так что, ребята, не бойтесь писать комментарии, если хотите что-то предложить, может быть, ваша идея мне понравится, и я сниму по этому видео. Единственное, не загадывайте чего-то очень-очень сложного. Вот. Так что спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, если есть какие-то очень интересные идеи для видео. Была рада вас увидеть на своем канале. Так что всем удачи. Сегодня со мной, кстати, была лошадка Загадочная Комета. Мой любимый магик. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!